Привет, дорогие друзья! Как и всегда, рад встрече с вами. Сегодня вот уже 7 месяцев, как я не употребляю траву. И по небольшой традиции я решил записать видео, в котором я расскажу о том, как я себя чувствую и как вообще у меня дела. Но проблема заключается в том, что чем дальше я ухожу от употребления травы, тем меньше мне остается рассказать вам, потому что я уже живу совершенно другим. Например, в последнее время я увлекся игрой на барабанах. Я занимаюсь больше музыкой, мы уже вот-вот закончили наш альбом, мы занимаемся разными видами спорта, играем в футбол, много забиваю голов, начали играть в волейбол, ездим на океан купаться и так далее и тому подобное. Жизнь бьет ключом и искрится, что называется. Но я прекрасно понимаю, что есть люди, которые также хотели бы, возможно, отказаться от употребления, и которым нужен мой совет, нужна помощь и какой-то, может быть, опыт моего собственного характера. И мне вспомнилось кое-что. Мне вспомнились вот эти горы исписанных дневников, которые так или иначе помогали мне справиться на начальных этапах отказа от курения. Справиться со своими мыслями, с сомнениями, потому что, конечно, все было не совсем безоблачно на начальных этапах. И мой канал представляет из себя довольно честную и довольно искреннюю хронику, но я решил еще больше углубиться в этом и поделиться с вами своими дневниками и немножко прочесть вам о своих переживаниях, очень интимное, очень личное. Но я надеюсь, что мои мысли на этот счет смогут кому-то из вас помочь и облегчить вашу участь. Вот мы и в Сан-Диего. Сегодня 11 марта и, выходит, вчера было 8 недель, как я не курю. Это интересный срок. Я чувствую себя хорошо и наслаждаюсь жизнью, насколько это возможно. Правда, когда делал Лондри пару дней назад, нашел у Ники в портфеле вейпер с травой и с тех пор меня периодически поебывают. Но я сам себе дивлюсь, как я держусь. Просто сразу представляю, как меня разъебет, покраснеют глаза, запутаются мысли, охватит чувство паники и внутренний голос наперебой станет говорить, что же ты, мол, наделал. А самое страшное, что все начнется снова, опять затянет хз насколько и как опять придется исхищряться, чтобы бросить. В этом смысле это будет сознательным разрушением всего того, что есть в моей жизни, всего того, что я ценю. И мне действительно интересно преодолеть рубеж в 3 месяца. Я хочу пройти через всю эту волокиту с документами. Я хочу быть трезвым и адекватным, сохранить чистым мое сознание и подсознание. Мой организм перестраивается и, может быть, местами я чувствую искушение и желание вернуться на прошлый путь. Но мое намерение, железное и непоколебимое, удерживает меня в обойме. Мой канал и ответственность за него напоминают мне о том, что все не зря, что возникающие трудности и сомнения – это нормально, что имеет значение лишь то, как ты реагируешь на это и какие решения принимаешь. А происходит вот что. Твои нейронные связи, каналы, по которым много лет ты двигался маршрутом получения удовольствия, снятия стресса и курения травы, хотят вернуть тебя, заполучить тебя обратно, сделать своим подчиненным. По сути, это единственное, что может ограничить твою свободу. Все остальное просто не имеет над тобой власти, хорошо это или плохо. Собрана вся информация, пройдена масса путей, теперь ты знаешь все, абсолютно все про это. И ты знаешь что? Независимо от того, закуришь ты снова или нет, эти знания не исчезнут из твоей головы, хочешь ты этого или нет. Ты не сможешь быть счастлив, употребляя. Ты не сможешь гордиться собой, уважать себя. Жизнь в трезвом виде предоставляет тебе возможности для достижения чего угодно, что бы ты ни пожелал. Это разгон на полную катушку, без ограничений. И это только начало. Ты только учишься управлять этим кораблем, и возможности его настолько безграничны, что это может даже испугать неподготовленных. Вероятно, именно поэтому мы и боимся мечтать на полную, так как наш убогенький уклад куда спокойнее и безопаснее, чем то неведанное и неизученное, что может преподнести жизнь. Я до сих пор пребываю в культурном шоке от прочтения поэмы Гашиша. Сегодня я буквально опасался этой травы. Рано утром по дороге в Санта-Анну мне буквально стало страшно от того, где мы находились несколько лет назад, а точнее в каком состоянии. Некоторые фразы из книги попадали не в бровь, а в глаз, что становилось даже страшно. Страшно, что кто-то 200 лет назад описал с предельной точностью все самые тонкие аспекты употребления и последствий. И если, читая «Легкий способ бросить курить или пить», я скорее соглашался с написанным, то здесь мне как будто заглянули в душу и выпытали все самые сокровенные тайны. Потеря воли, потеря свободы, потеря самого ценного, что есть у человека. К чему фантазии и сладкие грезы, если твоей силы воли только и хватает, чтобы мечтать? На этапе мечтаний все и заканчивается. Совершенная подмена реальности, духовное разложение, потеря связи с источником. Источник вытянул меня, как вытягивал сотни раз до этого. А ведь я положил ту коробку в портфель. И мне снова стало страшно, что я не справлюсь, что я не смогу. Но я смог. Ты снова помог мне. Битва продолжается, пока ты отказываешься проиграть. Но я не собираюсь воевать с этим. Я собираюсь разоблачить это. Когда-то было даже и такое. Когда-то я мечтал бросить курить и уж совсем не знал, как это сделать, как к этому подступить. Боже, как мне перестать курить? Я знаю, что пытаться убежать от этого, забыть, перебороть и так далее не очень помогает, что нужно всего лишь отложить игрушку в сторону, сменить фокус. Как это сделать? Я уверен, ответ вполне известен. Сознательно совершается выбор не курить, и вокруг этого создается своя определенная реальность. Реальность, которая в какой-то момент лопается, как воздушный шар, и я возвращаюсь к курению снова. Ты выбираешь не курить сегодня и держишься за это решение до следующего дня. Было трудно продержаться. Каждый день начисляй себе баллы. 5 баллов за некурящий день, минус 5 за курящий. Игра начинается завтра. Спасибо за эту помощь и поддержку. Я ощущаю это в Айоне безразличие. Почему меня должны беспокоить эти баллы? Меня не волнует даже счет в футболе, если нет экшена. Как мне пройти через это? Справиться с этим? Надо ли мне проанализировать два своих самых успешных периода жизни по три месяца без травы? Я – спокойный тихий голос внутри, который знает, на какую дорогу повернуть, каким путем пойти, какой ответ дать, какое действие предпринять, какое слово сказать, какую реальность сотворить, если ты действительно ищешь единения со мной. Просто слушай меня. Я – ветер, который ласкает твои волосы. Я – солнце, которое согревает твое тело. Я – дождь, который танцует у тебя на лице. Я – запах цветов в воздухе. Я – цветы, что испускают аромат. Я – воздух, который разносит этот аромат. Я – начало твоей первой мысли и конец последней. Я – идея, которая озарением приходит к тебе. И я – радость от воплощения этой идеи. Я – то чувство, которое побуждает тебя к самому нежному, что ты делал в своей жизни. И я – та часть тебя, которая стремится испытать это чувство вновь и вновь. Вау. Не удержался написать еще пару строк. Случайно пролистнул на начало этой тетради. Удивительно, в какой ситуации я тогда находился. А ведь завтра, 4 месяца назад, я покурил травы. И потом состоялся разговор с тобой. Такой эмоциональный, откровенный, спасительный. Я как будто сам вытащил себя за шкирку из болота. И сейчас, перечитывая те строки, мне даже становится слегка страшно. Каким я был, через что сам вынудил себя пройти. Распоясал себя. Долгие годы потакал своим слабостям. Даже культивировал их. Но потом это все надоело, осточертело, если говорить точнее. И вот он я. Впервые за свою жизнь в ней нет травы такой продолжительный срок. Она становится безэмоциональным воспоминанием, духом прошлого. Однако, если я думаю об этом, а это случается редко, то вспоминаю о том страдании, о той несвободе, о тех окопах, что я добровольно надел на себя. Спасибо Нилу Уолшу и тебе. Карты так удачно совпали, что теперь каждый день моей жизни я самый счастливый человек на земле. Аминь. Как вы видите, на бумагу пришлось изливать очень много мыслей, очень много сомнений, вопросов к самому себе. И, конечно, не без религиозного замеса мне удалось справиться с моей проблемой, которая так обременяла меня, которая так мешала мне жить и радоваться жизни. Как вы видите, я использовал цитаты Нила Уолша из книги «Беседы с Богом», которая в тот момент очень сильно помогла мне. Сейчас я уже меньше занимаюсь фрирайтингом и пишу о своих мыслях в тетрадь. Я уже скорее больше действую, больше делаю, чем нахожу какие-то вопросы и пытаюсь сам себе ответить на них. Но я каждому из вас искренне советую попробовать фрирайтинг как способ понимания себя, способ лучшего узнавания себя. Потому что, когда мы пишем, когда мы погружаемся слой за слоем, глубже и глубже в наше подсознание, мы можем извлечь оттуда очень много разной информации, разного материала. И это, поверьте мне, очень помогает в работе над любым вопросом, в том числе в работе над тем, как бросить курить. И, конечно же, если у вас есть рядом люди, которые также страдают той же проблемой и которые, возможно, вместе с вами хотели бы попробовать начать новую жизнь, коллективная помощь очень сильно помогает. Потому что, например, у меня была негативная привычка пить кофе. И она, конечно, очень усугубилась в последнее время. Я пил по две, по три чашки кофе в день. И вместе со своей женой Никой мы решили перестать это делать. И в один день мы просто перестали. И вот уже две недели, как я не пью кофе, иногда, если мне хочется чего-нибудь горяченького, что происходит редко сейчас, потому что лето, я выпью чайку зелененького, там, с медочком, например. Но, в общем и целом, кофе также пропало из моей жизни. Поэтому, если кто-то рядом с вами находится в похожем положении, как и вы, то не бойтесь, не бойтесь просить о помощи. Решите вместе, может быть, каким-то образом начать делать первые шаги. И помогаю друг другу, поддерживая друг друга, вам будет намного легче справиться с любой проблемой, в том числе и с этой. Спасибо за просмотр этого видео. Я надеюсь, что, ребята, вам это хоть немножко помогло, что это немножко, может быть, в правилах вам голову, какие-то дало новые, свежие мысли и идеи. И я вам всем желаю прекрасного окончания лета. Дерзайте. Пока не начался хмурый, унылый сентябрь, давайте, может быть, куда-то выбираться, может быть, запланировать какой-то отпуск, больше видеться с друзьями, с близкими людьми, быть на природе. И давайте радоваться жизни каждый божий день. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok